Сегодня, друзья, особый день День, он так и называется, День дурака А мы все теперь дураки, вся страна дураков, самая богатая в мире страна Ходит с голым задом и над нами весь мир смеется Ну что, как говорил Козьма Прудков, нет, хожа на середине, восточный мудрец Когда над тобой смеются, смейся, громче всех Но мы садоводы, мы будем говорить только о садоводстве И никакой политики, и даже нет экономики, мы коснемся Первая серия, значит, короткая прям была Приезжаю в Абазу, типа командировки, привезли, поселили, кормили И сказали, помогите реанимировать сад Первая серия, я забыл сказать, что этот сад Что сделан? Вот, на него потрачено 6 миллионов На закупку саженцев Абсолютно негодных, дебильных, убедитесь сами И на закладку сада На содержание еще, впереди содержание персонала Который, включая агронома Вот, назвать дураками нельзя Но и грамотными садами тоже нельзя Неудобно как-то обзываться Итак, мы с вами в удивительном мире Я нашел старые свои фотографии Сейчас вам покажу их Почему? Вот, когда мы вернемся к абсолютно негодным деревьям Первое, негодные Питомники отказались их выкапывать и грузить на машину Потому что покупатель, этот предприниматель, увидел бы какую дрянь А его не насторожило А они взяли и потребовали только посылки А посылках пришла дрянь инвалиды последней степени И вот, я ему хотел бы Был бы он живой, но его нет на свете Но вдруг, кому-то опять придет такое в голову Вырастить промышленный сад Тогда я показываю, что такое вырастить на месте И надо было вырастить на месте Хорошо, решили на яблонях застолбиться Прекрасно На яблонях Но тогда давайте рассуждать так Сейчас я поправлю эту видеокамеру Она как-то у меня сегодня не хочет ровно стоять И все это показывать Вот Ну хотя бы так Так вот Это значит, что рядом у них тайга Миллионы сибирок Можно было привить на месте Забаму Но почему-то 200 километров Променять знаменитого железа Уже на всю страну И даже шире Вот Пошли заказы Пришли в Гватемалу Как? До сих пор не знаю Финляндия уже освоил Швеция, Норвегия освоил Украина, Белоруссия А Украина последнюю посылку не приняли Вот такая горькая вещь Но это опять получается политика Нагадим соседям Вот Пусть им будет плохо Потому что Это Неправильно они Мы для украинцев А украинцы для нас Рассорили два народа Смогли Спасибо Американцы они такие тупые Как говорил Задоро Но чем кончилось Вы уже знаете Так вот Сейчас пробежимся Вот они могли бы вырастить Вот такое допустим Дерево Да Вот С невиданным урожаем Вот Я сейчас буду выборочно Вот Допустим Колновидная яблонь Единственное В Сибири Подчеркиваю В Сибири Тут много фотографий Учебных Получать вот такие яблоки Размером за 500 грамм Вот Сейчас Выберу то что касается Нас с вами То есть яблони Да Ну и не могу удержаться Посмотрите на несколько фотографий Абрикосов Где-то Сибирь А он же Делал эти Сам Делал Ел Делал Напитки специальные Экологически чистые Как бы ему пригодился Такой сад Да Он у меня потом Косточки выписал А потом он умер Вот эти косточки Что там дальше Я не знаю Связь прервалась Так На это вы не смотрите На плоды смотрите На плоды Вот И так далее А мы все-таки Возвращаемся К нашим День дурака Сегодня Возвращаемся К нашему саду Вот Перепахивать его нельзя Это понятно А там нам понятно А для них А нет Что вы Промышленный сад Надо весь дерн Уничтожить Почему-то Вот это вот Уже ближе к кистини Это старинная Ранетка Косточки Семечки из них Уже годились Для базы Для закладки сада В качестве подвое Вот так вот Я считаю Сейчас еще Быстренько пробежимся Вот Быстренько пробежимся Быстренько пробежимся Сейчас найдем Что поинтереснее Ну вот Это кстати Вот эта фотография Сотня сайтов Украли ее Присвоив себе Даже яблони Вырастить не могут Стали перекупщиками Сотни сайтов Сотни интернет Магазинов Сотни блудопитомников Случилась страшная вещь А могли бы Вот то О чем мечтал Предприниматель Из-за базы Так и не дождался Это моя фотография Сейчас еще Что-нибудь покажу Тут много чего И персики И все Я ищу Знаете что Я ищу подвое Дикари 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 Ну на всех случаев Что Вот моя посадка Увидите его посадку Видите как они Умирают В этой посадке Им всего-то по три года Они умирают А вот По железу Ладно Это так Это к слову Я на этом зацикливаться не буду Вот Давайте дальше Сейчас все-таки Мне нужно найти По двое Вот я Экспромт Долго искать не могу Здоровье уже не то А вот Нашел Вот она Вот это тайга И вокруг обозы То же самое Выкопал С комом земли Вот Я рассказываю эту историю Пику тому Что он сделал Выписывая Готовая саженца За большие деньги А что это значит Это значит Что у меня 2000 Это У меня В 2005 году Сожгли промышленный сад Полторы тысячи Только яблонь Вот Ребята Приехали на уцикли Подожгли со всех сторон До сих пор Не знаю за что Вот Что сказала милиция Усильте охрану А там был Сожженный сад И вот получилось так Что Я на какой-то момент Оказался совершенно нищим Я устроился Закрыл это Фермерство То есть Ликвидировал Его То есть Снялся с учета Вот Пошел работать Это я Лучший садовод Меня считает Любитель России Вот Пошел работать Два садика На полставки По 3000 рублей получал Хотя Должна быть Очередь из этих Из институтов Чтобы меня взять в штат На очереди не оказалось Я взял Этой же осенью Ближайший Взял Накопал А нет Даже осень ушла так Весной Накопал 400 штук Привел за столом Осенью я их продал А тогда спрос был По 500 рублей Вот И сразу Вышел на уровень Ну то что у нас Называется как Ну Среднего класса Да Ну множите 400 на 500 Вот Посчитайте Сколько это Вот Вот я делюсь своим опытом Вот Вот эти Половина Списаженца Вот это Дички Ну а дальше Моя особая Агротехника То есть У него мог бы Подсветающий сад быть Но не случилось Возвращаемся К нашим Бага Так Мы остановились Знаете где На поливе Итак Тот самый Злосчастный сад 6 миллионов 8 гектаров Полив Фотографии будут ниже Смонтировано У него То есть По моим меркам Это Мы делали как Нет ладно Тут надо будет Сотни часов Чтобы все рассказать О своем Давайте Как делалось Классически И что из этого вышло Полив Смонтирована Целая система Разводка труб Вроде бы даже Регулирования Под названием Капельный полив Ох Как он мне не понравился Хотя становится Все моднее В России Во первых На самом деле Дозировка Невозможна Так как Не представляется Возможным Индивидуально Рассчитать потребности Каждого дерева В воде Тем более Делать это Практически Тем более Представляется Сегодня дождь А потом Завтра Потом дождь Ну-ка Попробуйте Во-вторых Именно в данном случае Вода попадает Прямо в ямки Проклинаемые Мной Десятки лет Но сделаны Строго По изученным Книгам Результат Там всегда Сыра И корневые шейки Прекрасно Гниют Вот они же Многие Савенцы Для трехлетнего Возраста Выглядели Вполне Прилично Вот им Не поздно Помочь Но потери Все же Огромны Смотрите Любуйтесь Вы представляете Своими руками Гноить 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 Рядом Труба Гноить Яма Вот Ну а это значит Что Это Это зола Древесная Чтобы Точно Погиб Сами Принятые С моей Подачи Запоздавшие Меры Это Прокопка Дренажный Канал От штамбов Расположенных В углублениях В нижнюю сторону Для отвода Весенней Талой воды Когда Промерзшая Почва Не впитывает Воду Образует Лужу И она Замерзая Ночью Рвет В любимых Многих авторах Ямках Нижнюю часть Штамба Рвет Это то же самое Как ведро Налить воды На мороз поставить Ведро Это самое Хотя оно металлическое Она все равно Бочка Оставьте на морозе С водой Ее разрывает Разрывает А здесь же Происходит то же самое Потому что Расширяется Получается Вода Замерзая И основание Штамба Их еще засыпали Вроде бы С благо цели Ценнейшим Без кавычек Удобрением Древесной золой А сырая Зола превратилась В ядовитую Жгутую щелочь А результат Вы видите На этом фото Представляете Нельзя было На полметра Отступить Да А зачем Шел мимо Бах Вот По пол ведра Это уже остатки По пол ведра Высыпали Деньги Столько золы Брали Может где-то Котельная На дровах Работа Непонятно Вот Итак Результат На фото Акцентирую Ваше внимание На неэффективности Наемного труда Так А что-то мне кажется Что все это Криво стоит Откажется Я все Сейчас попробую Чуть поправить Вот так Давайте так попробуем Итак Акцентирую Ваше внимание На неэффективности Наемного труда Приказано высыпать Приствольные круги Древеса золу А как именно К примеру Разбросать Да пошире В смысле От штампов Мне сказали Высыпали прямо На штампы По пол ведра Седра полили Если бы не мой приезд То погибли бы Все деревья Еще Прием Пример Наемного Губительного труда Заглубление Корневой шейки На 5-20 см В ночь Сосаженцев Если бы Это были Не яблони А к примеру Груши Или абрикосы В трехлетнем возрасте Ни одного Бы не осталось Что и происходит В большей стране Вот Вот вам и день дурака Год дурако Ну где вы видели Отметку Пятно краски Например На корневой шейке На продаже Сосаженцев С голыми корнями Угадает случайно Покупатель Посадит правильно Не заглубляя Будет расисаженец Не угадает Не будет Сколько я видел Садов Посаженных Нанятыми людьми Обязательно Закопают поглубже И прочее Садится Весь сад Вот Кстати Еще при этом Говорят Закапайте поглубже Закапайте По привыку Закапайте Выше привыки Даст дополнительные корни Подлость невероятная Потому что Советчики Сами никогда Ничего не садили Это кажется Достолько логично Закопал поглубже Именно яблони Могут дать дополнительные корни Но прежде чем Они дадут дополнительные корни Так болеют Теряются годы Представляете Надо перестроиться Когда Штамп становится Это самое К кордем Читаем дальше И вызывает Сожаление Что Питомники У которых Садоводы Начитавшись Железом Спрашивают А где же пятнышки Начинают Нет Не метить Серженцы А ненавидеть Меня А ведь Они пятнышки По железу Должны еще и Показывать Направление Север-юг Чтобы Не дай бог Не посадить Задом Наперед Для тех Кто забыл смысл В школе По крайней мере Раньше Учили Как По годовым кольцам На срезах Определять Где север Где юг В школе заблудился Я всегда удивлялся А как же С пилой ходишь В лес Чтобы спилить дерево Увидеть Где север По срезу Но в совет Все равно полезно Вдруг Где-то Кто-то раньше Спилил И где юг Там кольцо шире А где север уже И вот Мои дорогие друзья Коль уж Пересаживаете То не путайте Северную сторону С южной Дорого Саженца Здоровье И вам Деньги Время Это будет стоить Представляете Север обжигал Ветер Холодно А с юга Обжигало Солнце Вот Потом раз Поменяли Местами Север с юга И опять Дерево болеет Пока оно снова Выправится Потому что Судя по годовым кольцам Они не предусмотрены Теперь Южная Днежная сторона Будет смотреть на север Это так страшно Вот Ну вот тут у меня Встретило слово Смешно В период Первого апреля Смешно И грустно Было видеть На вырванных Мною земле Вырванных Вот Представляете Если саженец Трехлетний Рос Его не вырвать Ничем То есть Тут надо Или целую бригаду Чтобы Тянуть вверх Вот Или уже Экскаватор А вот Или кран А здесь Берешь Вот так вот Раз выдернул А он ни за что не держится Смешно И грустно Было видеть На вырванных Мною земли Забракованных Саженца Корни Торчащие вверх Догадайтесь Сами Как это могло Получиться Я вот Это Жрали мнение Такой фотографии Вот Но представьте себе Маленькая 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 Луночка А санкс Хоть какие-то Корни есть Его берут В эту маленькую Луночку Вставляют А они не влазят Вот И луночку Не делают больше Ямку Они вдавливают Ее Корни Вот попытаюсь Корни значит Попа внутрь Не влазят Они их разворачивают И они А сверху Присыпали И все Притрамбовали И корни смотрят Теперь вот так вот Даже не могу Объяснить Это надо рисовать Ну вы уже догадались Корни разворачиваются И торчат вверх И когда я выдергивал Они так вверхи Торчали Вот так вот Это Их Наемный труд Вот так садили Вдавливали В лунку Вдавливали Добавлись Еще и мыши Со стречными Зубами А защита От них Не было предусмотрено Я же как Подхожу Дерево Ни хрена Не растет Вот А я вижу Что-то неладно Беру ручками Своими Интеллигентными И раскапываю А дальше я вижу Все Сверху еще чего-то Там три листика Вот они Видите Упали эти листики Вот они Справа В чем дело А еще же не осень А раскапываю Вижу Дерево Мертво Живой мертвец Они ничего этого не знают Мест с агрономом Нас такая агрономия О грустном Это еще не все Это непосвященным Кажется Что сад Саженец на фото Сем здоров Но Листовой аппарат Точнее То что от него Осталось Говорит о том Что Дерево Глубоко Больно Помучится Еще несколько лет Даст пару Ведер яблок По моей терминологии Присмет Урожай И На дрова Вот видите И вот здесь Вы чего-то не заметите Ведь вы знаете Это надо умудриться Это у меня Режет глаз Вот когда Вот такое дерево И оно имеет Два десятка листьев Вместо двух сотен листьев Это калека из калек А вы еще не догадались Тут вам и высокий штамп В нижней ветке уничтожены Как в книге написано Вот оно Бороздование Только здесь плохо видно И вот это вот Ох тут Сейчас 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 А вот Видели Это ужас Это подлость невероятная Зачем ждать Когда дерево Покроется Этими Трещинами Давай его изувечим А ведь это вот Уже мороз Сюда пройдет Все Нарушили Целостность коры Как Ведь это делается Специально Потому что кому-то Нужно лишнюю страницу Книги Заработать Свои серебряники Подлость невероятная Посмотрели Вот в основном Такие калекции А он-то думает Что это нормальное дерево Но чувствует Где-то чувствует Что-то не то Не положено Может там По этому дереву Я уже В отличие от текста Отступаюсь Почему Представим себе Что Ну это нормально Когда снег Допустим 40-60 сантиметров Это горная база А ветки Все над И это называется Трептиз на морозе Это означает Что Снег не защищает Ни одну ветку Читаем Это я Это Среди дураков О кстати Моя любимая Поговорка Не я придумал Вот Когда-то Один Извините Меня никто не торопит Вас тоже По 30 минут Или там По 28 По 25 Можно дослушать Когда-то Я не помню Фамилию писатель Известный писатель Принес в редакцию Книгу А у ней Был первый Как-то Афоризм Или Как-то Называется Забыл там Когда справа Там небольшое Такое Коротенькое Предложение Оно звучало так Еще не наступил Рассвет А в стороне Дураков Уже кипела работа Вот Книжку не взяли То есть Книжка талантливая Вот из-за этой самой Срочки Пришлось ее убирать Вот А почему Главный редактор Посмотрел на него Не редактор А Ну или редактор Ну кто книги выпускает Издатель Да Директор издатель Посмотрел на него И говорит Вы же на кого намекаете На нашу страну А он-то Про сказочную страну Рассказывал Это была Такая фантастика Для детей Вы же на что Намекаете Так вот Мы действительно В этой стране Стали дураками Точнее нет Мы не дураки Представьте себе Летчик первого класса С налетом Там тысячи часов Представьте себе Хирург Который делает Операцию Ювелирную Спасает тысячи жизней А потом приходит в сад А из него сделали дурака А ему хочется сад иметь Чтобы потом Вылечить нервы После страшной операции По спасению людей Весенок всех дураков делает В стране дураков Кипела работа Так вот Дальше я про саженец Вы уже поняли А теперь что в тексте Он возможно был неплох Вынутый из посылки Но из-за высших Перечисленных причин Полив под штамп Заглубление Посадки вслепую По отношению Сторон света Зола щелочная В тексте Вездесущая тля Два опрыскивания За лето мало Это выбросы Деньги и труд А тля всегда Нападает на больные деревья Она по минимуму Это я Как бы Дополнительная информация Если дерево Не искалечено Тли минимум Потому что Оно имеет иммунитет к тле Садится Сетля Мама С листочками Здесь еще Муравьи Ни причем С листочками С крылышками Садится На самую нижнюю На самую Беззащитную Самую Вкусную Нижнюю часть Листа Попробовала Попробовала И сдохла А если дерево Изувечено Антитела Оно не вырабатывает То что мы называем Лейкоциты Не вырабатывает Но я уж Образом называю Потому что Это такие же организмы Как и мы люди И так Получается Два опрыскивания За лето Мало Потому что Вот здесь Я не могу сказать А нет Все скрутили Скрутили Видите Тут и лисев То нет И тех Тля скрутила Устроили кормушку Не для людей А для Тли Вот Выброшены деньги Два опрыскивания Кстати Тля уже В середине ряда Прекратила Рост большинства Яблонь Все уже Уже не рост Зачем их туда Садили И это при том Что именно в этом году Было как никогда Мало И справиться С ней Не составляло Труда Сократит Это И сотни Других Яблонь Жизнь И то Что вместо Нижних скелетных Веток Остались Сплошные Раны Ну хорошо Если бы Высокий Штамб Был какой-то Особый Смысл Так нет же Искусственный Высокий Штамб Это кроме Ран Еще и то Что называется Трептиз На морозе Критические Морозы Когда Нижние Скелетные Ветки Не прячутся Под снег Вот Надо было Типа Это самое Надо выделить Критические Морозы Когда Нижние Скелетные Ветки Не прячутся Под снег Дерево Погибает Целиком А А В Обозе Почти Такой же Беснежий Как В Шуршинском Районе Далеко Сказки Еще Страшнее Сейчас Посмотрю Сколько Осталось Видимо То Что Осталось Это Пойдет На Третий Нет Уже Близко Оказывается Близко Сейчас Попробую Договорить Но У меня Осталось Три Минуты Вот Так Предсказали Так Я ведь Предсказал Дальше Как Сказки Еще Страшнее Я Предсказал Предвременно Гибель Саженца Еще Из-за Очень Спорного Приема Называется Бороздавание Но Я уже О нем Сказал Вот И то Что Василий Филиппович Сам Своими Руками Острым Ножом Калечил Деревья Начитавшись Дебильные Литературы Вот Ну Про Бороздавание Вы потом Прочтете Потому Что У нас Закончится Время Так Вот Проводится Это Классическое Садоводство Восьмого Десятилетнего Возраста А это А это Потом Давай Быстрее Калечить Зачем Ждать Восемь Десять Они Могли бы дать Хоть Несколько Ведер Яблок До Восемь Восемь Ветер Хотя Бы Хотя Бы Вот Ну И Наконец Один из Шедевров Один из Шедевров Ну Вы представляете Могли бы Яблок 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 Могли бы Яблок Восемь Неизвестно Просто неизвестно Вот так Что тут еще показать-то можно Вот они посылочные саженцы Пусть это не его посылка Но такая дрянь Идет по всей стране Это ужасно, друзья Вот эта дрянь Идет по всей стране Все они будут мертвы И это при том, что рядом наши умельцы Видите? Посмотрите на эти фотографии Это реально, это всего сада фотографии Вот так Но наше садоводство вымирает Вымирает, вымирает И еще осталось там Меньше минуты Была система Научно-сельский институт Новая сорта Потом ГСУ по их районированию Потом государственные Подопитомники По всей стране Пусть скромные Но все-таки расходились эти Ранетки Полукультурки Вот Пусть не самые вкусные Груши Но хотя бы что-то было А потом все рухнуло Вот И то Ну в общем дальше Это уже будет тема Следующего разговора Друзья, мы Мы заканчиваем этот двухсерийный фильм Грустный, но необходимый Почему Деречайшая попытка Создать Промышленный сад Вот А сейчас Еще стало страшнее Потому что Уже и этих саренцев нет Все перешли на перекупку Все Практически Или еще больше Дрянь выпускают И эту дрянь Показывал Она невыносима До свидания Друзья До новых встреч До скорых встреч Продолжение следует Субтитры подогнал «Симон»